Мухтар Кабулович, рад вас видеть в своей виртуальной коморке. Приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Было, в кавычках, весело. Уважаемые зрители, я хочу представить сегодняшнего своего гостя. Это Мухтар Кабулович Аблязов, казахстанский государственный, политический и общественный деятель, предприниматель, бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана. Кстати, я выучил вашу должность, я в прошлых интервью путался. Председатель совета директоров БТА банка, лидер оппозиционного движения, демократический выбор Казахстана. Мухтар Кабулович, у меня первый вопрос. Наверное, вы заранее, уже несколько дней, может быть, недель об этом говорили, я этого не слышал, я об этом услышал сегодня. И сегодня же решил записать с вами интервью, и сегодня же я его выложу, хотя сейчас еще уже поздно. Почему сегодня? Потому что в вашем прямом эфире я услышал, что вы завтра планируете митинг по всему Казахстану, там больше 20 городов. С какими требованиями? Чего вы хотите отказать? Главное требование – это отменить эти лживые и нелегитимные выборы в парламент. Это главное требование. И фактически пока единственное. Вы думаете, народ соберется? По-моему, я в прошлом эфире пояснял природу, каким образом происходят протесты в авторитарных странах. Но я думаю, есть смысл, не все, наверное, все этот эфир смотрели, несколько слов сказать, каким образом это происходит. С учетом того, что средства массовой информации в руках власти абсолютно тотально, профсоюзы задавлены, митинги, люди не могут получить разрешение. Хотя по международным договорам, которые подписал Казахстан, митинги должны носить уведомительный характер. Тем не менее, когда люди подают уведомления, власть не дает разрешения, это повсеместно. Ни одного разрешения, сотни их подавали, не было. Одним словом, люди не могут выразить свой протест, Акимы невыборные, но все находится в руках одного человека. И поэтому единственная форма высказывания своей позиции протеста – это митинги. Больше нет. И раз так, то известно, как происходят вот такого рода протесты в авторитарных странах. Они всегда происходят неожиданно. Какие-то митинги удается провести, но в моем случае происходит таким образом. Власть заранее задерживает известных активистов, они их знают по списку в каждом регионе, приходят домой, блокируют подъезды, увозят в полицию, держат их там 5-7 часов, а потом отпускают, не заполняют протоколы. Это уже, знаете, как карусель стандартная. Это первое. И поэтому мы проводим просто свою работу. Мы знаем, что необходимо проводить повсеместную, постоянную работу. И что в какой-то момент, когда щель появится, протест зарплется в самом неожиданном месте. Поэтому мы не знаем, удастся ли завтра провести митинг. Гарантированно митинг мы можем провести только тогда, когда у нас будет гарантированное количество специальных ячеек. Я уже озвучивал, их должно быть 4 тысячи, в среднем по 5 человек в одной ячейке, 20 тысяч человек. Прямо по городам расписано. В Алмате должно быть тысяча ячеек, в Астане тысяча ячеек, по 5 тысяч человек. Только тогда будут гарантированные протесты. Сейчас у нас такого количества нет, 241 ячейка. Процесс формирования ячеек идет медленно. И я поясняю, что только тогда, когда люди создадут эти 4 тысячи ячеек, тогда мы организованно снесем этот режим. А сейчас может произойти хаотично, с какими-то даже проблемами. Поэтому никто не может дать гарантию, что я делаю. Я просто делаю свою работу. Призываю, объясняю, заявляю места. Пора, мы работаем с людьми, и все. То есть я делаю свою работу, и в какой-то момент это все равно выстрелит, как в январе прошлого года было. И так мы проводили все предыдущие митинги. Какие-то были удачные, где мы забирали по 10 тысяч, по 5 тысяч в том или ином городе. Где-то нет. Это мы будем делать постоянно, до тех пор, пока мы не доведем количество ячеек до 4 тысяч. Поэтому на ваши вопросы отвечаю так. Завтра я не знаю, что будет. И все же вы сказали о снести власть. Вы понимаете, что в случае, если, допустим, завтра все сложится так, как вы хотели, это можно расценивать как попытка госпереворота. А это очень судебно наказуемое действие, и не только с точки зрения казахстанского права. Вы понимаете, что... Во-первых, здесь вы нелогично весь произнесли, что если это произойдет. Если это произойдет, значит власть будет снесена. И поэтому никаких судебно-правовых действий со стороны каких-то мифических оппонентов не будет, потому что они будут снесены. А раз они будут снесены, то, соответственно, власть будет в наших руках, и мы, наоборот, будем их преследовать, арестовывать, конфисковывать, сажать их в тюрьмы и так далее. Поэтому некому нас будет осуждать со стороны власти. Некому. Понимаете? А что касается международных, извините, это наш внутренний суверенитет. Масса всяких происходила в Армении событий, Грузии. Кто там осуждал, что ли? Из России, что ли, будет осуждать? Или кто там... Соединенные Штаты Америки, что ли? Нет. Мы приведем к власти демократическим путем, потому что эта власть задушила все, и мы их просто свернем. И американское законодательство, Конституции, это предполагает любая другая Конституция такой страны, когда власть не дает людям нормально выразить свою позицию, это абсолютно не является никакой проблемой ни для внешних каких-то стран, ни внутри. Вы сказали, что в моем вопросе отсутствует логика. И в то же время вы говорите о том, что если мы снесем власть, то мы будем у власти. Да. Если у вас получается диктатура, или же у вас будут новые выборы, в том числе и вы будете баллотироваться в президенты, соответственно, с другими кандидатами, может быть, один, два, три, десять. А если вы не выиграете, а люди проголосуют за кого-то другого, и новое вас осудит? К сожалению, мы сейчас просто повторяем то, что я в прошлый раз говорил. Вы, наверное, уже подзабыли, как я отвечал. Значит, когда будет снесена эта власть, условия для этого нужно, чтобы около 500 тысяч человек вышло на улицы, и мы организуем временное правительство. Должности президента не будет. Вы сейчас задали вопрос по поводу президента. Должности президента не будет. Будет временное правительство, которое будет работать полгода. В течение полугода желающие могут создать, зарегистрировать партии, и затем в течение полугода будет организован выбор парламент. В однопалатной не будет никакого сената, у нас нет штатов, у нас унитарное государство, поэтому не будет никакого сената, не будет должности президента. И я, в том числе, буду регистрировать свою партию и буду бороться за власть, за победу на выборах в парламент, буду также со всеми одинаково бороться. Если мы проиграем, значит, проиграем. Ну, я помню, конечно, ваш разговор в прошлом нашем интервью. В принципе, повторяться не нужно было. Вопрос заключался не в том. Заключался в том, что вы сказали, что вы будете руководством, а раз вы будете руководителем в стране, то кто вас может осудить? То есть это внутриказахстанский вопрос, и никому до этого никакого дела нет. Ну, как бы... Вы, скажем так, перетянули ответ мой. Когда я говорил руководителям, я говорил, что мы организовываем этот протест, и я полагаю, раз я организовываю протест, веду людей, то буду главой Временного правительства ровно на полгода, исполняющей обязанности главы Временного правительства. А затем, через полгода, неизвестно, какая партия придет к власти. Там нужно еще побороться. Ну, хорошо. Я журналист, я просто спрашиваю, что мне интересно. И вы, кстати, хочу сказать вам спасибо, что вы изначально сказали, что готовы ответить на любой, даже самый критический вопрос. В связи с этим мы люди серьезные, поэтому вопросы будут серьезные, соответственно, и ответы такие же. У меня такое ощущение, Мухтар Габулович, что за вами кто-то стоит. Или же еще не стоит, но вы пытаетесь подать надежду тем, кто хочет вас поддержать политически, финансово, и таким образом пытаетесь сегодня раскачать ситуацию и показать свои личные амбиции и свою конкурентноспособность на политической арене Казахстана. Это так смотрится со стороны. Насколько я прав? Назир, для того, чтобы вот такие слова произнести, скажем, это просто характеризует то, что вы не знаете мою биографию. Чтобы за мной кто-то стоял, за вчерашним министром энергетики, одним из ведущих бизнесменов страны, кто может стоять еще выше, скажите, пожалуйста. Я был в числе ведущих политиков страны, обладал гигантскими ресурсами. Кто еще за мной может стоять? Это история борьбы идет, публичная притом, с ноября 2001 года. Тогда с 2001 года за мной все время кто-то должен был стоять, я должен был сидеть в тюрьме, пройти пытки, уехать в Россию, снова организовать партию. И так 22 года. 22 года за мной кто-то стоит, в это время прохищает мою семью, я сижу в тюрьмах, меня экстрадируют, громят мой бизнес, и кто-то за мной стоит. Ну это несерьезно, я так скажу. Ну, вы думаете, что это несерьезно? Я ориентируюсь, Назир, я ориентируюсь на поддержку общества. Именно поэтому, я говорю о создании ячеек, именно поэтому я опубликовал политическую платформу, программу экономических реформ. Я набираю сторонников, сижу в социальных сетях, вы видите, в ТикТоке, в Инстаграм, в Ютюбе, я провожу каждый день эфиры, создал штаб, и я ориентируюсь на гражданское общество. Вот где мои сторонники. А некие силы, некий Бэтмен, я по этому поводу все время организирую. И теперь по поводу несерьезности моих вопросов. Мое убеждение в этом, ну как убеждение, 50 на 50, утвердилось, когда я увидел пранк в «Лексусе» с вами. И говорю, потому что я смотрел этот пранк, и там вы, в разговоре с этим «Лексусом», выглядели как человек, желающий международной поддержки. И готовый сотрудничать с любыми структурами. И мне интересно вообще, чем закончилась та тема? Ну, во-первых, вы, если смотрели пранк внимательно, то есть меня просто развели, но я буквально на какой-то минуте понял, что это не «Волков». И потом разные вещи, когда я сидел, разговаривал с человеком, это кадр был смонтирован хорошо. И, скажем, не я единственный такой оказался, извините, лох, потому что попал министр обороны Великобритании, Джордж Бунч. Я знаю, я знаю. Там список покруче, чем я. Я знаю, я знаю. Сейчас разговор идет о вас. Да, и я в какой-то момент осознал, но у меня определенные, конечно, сомнения было, что это пранк. И я, скажем, достаточно вежливо в итоге прервал разговор. Потому что, ну, там, некий Волков рассказывал, что он платит Милову, там, ну, обычно такие вещи не делает. Это у меня вызвало раздражение, недоумение. И я сразу понял, что что-то тут не то. Что касается сотрудничества, международной поддержки, это, конечно, я ее ищу и буду искать. Я ищу поддержку западных стран, потому что мы говорим, наша программа, программа демократических реформ и экономических реформ, мы в качестве ориентира берем ведущие страны мира. Стандарт, самые сильные страны мира, как политические, так и экономические Соединенные Штаты Америки и Европа. И, безусловно, я ориентируюсь, если с их стороны будет какая-то поддержка политическая, ресурсы они, скажем, никогда не дадут. Этого нам достаточно, потому что, когда мы сменим этот режим, мы, скажем, будем находиться достаточно в окружении агрессивных государств, в частности, России, но и не очень дружественно, я сказал бы, Китай. Это не демократическая страна. И, конечно, нам нужна поддержка европейских государств и Соединенных Штатов Америки. Это нормально. Я всегда, даже когда работал в Казахстане, все время встречался с разными людьми в государственный департамент США, ездил в европейские структуры. Это нормально, абсолютно. Я никогда не искал поддержки в России или в Китае, потому что это не те страны, на которых мы будем ориентироваться. И вот такой вот вопрос. А вы все-таки, я так понимаю, не ходили в это посольство и не говорили охраннику, что вы... Нет, я уже в разговоре уже понял, что все это. Я пытался свернуть разговор, чтобы, ну, как-то так, мягко уйти. Ну, что сомнений был, друг, думаю, настоящий человек. Всяко могло быть. Но то, что я не собирался идти, это факт, я и не пошел. Сразу завершил эфир, позвонил, сказал, меня развели. Вот. И сразу выставил весь эфир, сразу. Не весь эфир, точнее, написал пост, что меня развели, был пранк и так далее. Немедленно, буквально через несколько минут я написал пост, можно даже проверить. А этот пранк появился, по-моему, через неделю, что ли, позже значительно, чем я написал пост. Ну, честно говоря, вот если бы я был Мухтаром Облязовым, и когда даже этот Волков обратился ко мне со словами «Ко мне Мухтар», и несколько раз причем, извиняюсь за выражение, я бы его просто послал тут же и ушел. Ну, во-первых, он так не начинал свой эфир. Он меня пригласил. в середине где-то. Это в середине где-то. это в конце, приезжайте ко мне в Литву, ко мне Мухтар. Вот в таком контексте был разговор, а не так прям, как вы говорите. Ну, ладно, давайте вернемся к Казахстану. Вы часто упрекаете Такаева в том, что в январских событиях прошлого года погибло много людей. Я его не упрекаю, я его обвиняю. Обвиняете, да. Прошу прощения. Вам не кажется, может быть, это будет жестко звучать с моей стороны, что это именно та цена, которую заплатил народ Казахстана, чтобы в будущем не погибло десятки, а то, может быть, и сотни тысяч людей. По примеру Украины. А что вас, по примеру Украины, не устраивает? Вот когда, по примеру Украины, меня не устраивает, не то, что не устраивает. Когда мы создали Международную Ассоциацию Блогеров, у меня было очень много блогеров-украинцев. И когда вот в первые месяцы Беркут стоял в оцеплении, в них летели бутылки с зажигательной смесью и прочее, когда Иванковича они хотели все равно, мы помним всю эту картину, все это видели в режиме. Блогеры обратились ко мне и сказали, когда там первого студента убили, там погиб на Майдане первый студент, в общем, давайте что-нибудь такое сделаем, давайте какую-нибудь акцию там проведем, проклятый Янукович, проклятый Беркут, там вот так вот все было, я тогда этим людям сказал, я бы на месте Януковича выкатил бы пулемет и расстрелял бы пару сотен людей. Зато таким образом я бы спас десятки, а то и сотни тысяч украинцев. У вас будет война в Донецке, Луганске и в Харькове. У вас слышали все блогеры, которые работали со мной, они меня назвали тогда врагом украинского народа, они меня назвали вообще, ну, в общем, всякими этими делами, потом они ушли от меня и когда то, что вот Луганский, Донецкий началось, все-таки началось по моим словам, они потом потихоньку все вернулись и спрашивали у меня, а почему ты это так говорил? Вам не кажется, что вот ситуация похожа была? Давайте мы просто коротко разберем ситуацию в Украине и тогда правильно расставим акценты и точки над ими. В Украине Янукович узурпировал власть, он ее захватил, он присваивал собственность государства, он занимался репрессиями и он подавлял этих бедных студентов. Это, знаете, то же самое, как говорить в случае вот с Украиной, когда вы говорите, Путин организовал нападение, не Украина напала на Россию, Путин и в этом смысле говорить, что как будет в Украине, это вина не украинцев и не Украины, это вина Путина имперского мышления того самого русского мира и перекладывать, говорить, что во всем виновата Украина, это очень странно. И вот вернемся теперь к Януковичу. Янукович вел себя как диктатор, он нарушал Конституцию, Украина демократическая страна, мирные митинги разрешены, действия силовиков были прямое нарушение законов страны. Когда вы говорите, что я бы взял пулемет и расстрелял, вы не бог, вы не можете принимать какие-то решения решать за судьбы людей. Пулемет и все прочее применяет в соответствии с законодательством, а закон запрещает применение оружия против мирного населения. Поэтому, когда вы такие вещи употребляете, чтобы я расстрелял, вы фактически используете риторику бандита, человека, который готов нарушить законы, расстреливать людей и считать, что он имеет на это право, он непонятно какому закону, по каким таким правилам вы бы расстреляли. Ни законы страны, ни Конституции Украины, никакой страны, в том числе и России, не позволяет это делать. Это только бандитская философия. Я бы расстрелял, и все бы лежали бы, были бы рабами, и больше бы не выходили. Дальше. Что касается ДНР, ЛНР. Это территория Украины. Опять же, Путин туда затащил Стрелкова, там и всех прочих, всякую мразь, которые дестабилизировали, вводили войска. И потом Путин врал, говорил, что но это военные ушли в отпуск на танках. Это агрессивная имперская политика Путина привела к тому, что там, на Востоке, все самые события и произошли. Расчленение Донбасса, война и все прочее. Это не Украина виновата. Это Путин. Понимаете? Вы здесь просто все переворачиваете и хотите сказать, что те события, которые произошли, виноваты украинцы. Нет, они боролись за свою свободу, за законность, и Беркут не мог стрелять людей, применять силу и так далее. Эти были мирные акции протеста. Мирные. И когда, как вы говорите, жгли баллоны или что-то в них кидали, это было сопротивление, потому что Беркут нарушал законы. Понимаете? Здесь нужно правильно в центр вставлять, а не пытаться украинцев сделать виноватыми там, где виноват Путин, его режим. Ну, когда я говорил вот эти жесткие фразы, тут имелось в виду, Януковичу надо быть жестче в этом плане. Что значит жестче? Есть закон. Он не является каким-то человеком, обладающим сверхполномочиями от природы, потому что он Янукович. Есть закон. Любое применение силы, любое спецсредство и так далее регулируется законодательными актами. Жестче, устно дал команду стрелять, это не работает ни в одном государстве. Сразу наступает момент ответственности или ГАГский трибунал, или еще какие-то другие рычаги, которые описывают нарушение закона как страны, так с точки зрения внутренней законодательности, так с точки зрения международного, потому что Украина является участником различных международных конвенций. И это регулируется соответствующими договорами. Жестче, это не по понятию, это по бандиты работают жестче и так далее, для которых закон не писан. Здесь государство, все регулируется законами, нормами уголовного права и так далее. Понимаете? То есть получается, что Янукович поступил правильно, не отдав этот приказ? Янукович? Какой приказ? Расстреливать людей, что ли? Да. Быть жестче. Нет. Если он не отдал приказ расстреливать, а мы же видим, что снайперы стреляли, Беркут убивал людей, приказы были отданы. Янукович сказал о том, что он готов на досрочные выборы и все равно его убрали. Януковича? Да. Он убежал. Кто его убирал? Он убежал. Нет. Там шли протесты, они не соглашались, но он убежал. Кто его убивать не собирал? Кто его не убили? Убежал, конечно. Что ему доставалось? Он убежал. Сам убежал. Его кто-то убивал, ракеты закидывали, бомбы метали. Нет, все происходило на Майдане. Вы считаете, то, что произошло в 14-м году в Украине, это все законно? Конечно. Это было с точки зрения действий протестантов, было все оправдано. Незаконно было все, что делал Янукович. Вот там было, да, действительно незаконно. То есть, то же самое сейчас делает Такаев. Такаев расстреливал людей, когда вы говорите, чтобы других, там другие, другие не погибли. Опять же, есть закон, который регулирует нормы применения силы. И он нарушил этот закон. Он открыто и публично сказал, приказываю стрелять на поражение. В Казахстане есть законы, которые регулируют, когда применяется оружие, в каких случаях детально прописано. Понимаете? Когда выдаются оружие. И он нарушил закон. И когда вы снова говорите, что он сделал, и чтобы в будущем не было жертв, это кто он такой вообще? Кто ему такие права дал? Он менеджер, нанятый на короткий срок, и в основе всего все регулируется законом. Не может быть по понятию. Хорошо. У нас осталось 10 минут. Я попытаюсь уложиться. В этом прямом эфире, который я сегодня слышал от вас, вы радовались решению ГААКского суда. Скажите, пожалуйста, Мухтар Кабулович, вы действительно считаете, что это победа международного права и может быть ваша? Никакой такой прям победы нет. Это происходит нормальный процесс, правовой процесс оценки преступлений Путина. Это пока только ордер на арест, и суда над ним не было. Вот когда будет суд, тогда ему предъявят массовые убийства в Украине, применение ракет, пытки и все прочее, там будет гигантская гора доказателей фактов. Пока только ордер. Я рад этому, потому что правовая система, между прочим, она не подчиняется политической системе, там, судей, прокурор и так далее, они руководствовались какими-то фактами, у них-то, я знаю, просто там сейчас работа идет документальная, вот по Бучи и так далее, гигантское количество свидетельских показаний собрано, над ними сейчас идет работа. Это только первый этап. Я радуюсь, что именно то государство, которое себя считает, что и армия вторая в мире, что президент этой страны ждет наказания. неизвестно, когда это произойдет, но она произойдет, понимаете, это надо радоваться, что возмездие первый шаг наступает. То есть вы считаете это решение суда законным? Мое мнение частное, а я могу считать и так далее, я здесь знаю, что работает суда. Ваше мнение, я же с вами разговаривал. Да, я? Да, вы считаете это очевидно? Конечно, это очевидно, я удивляюсь, что это не было сделано раньше, целый год. Вы можете знать, как отреагировал на это решение президент Соединенных Штатов Америки? Он поприветствовал и сказал, что Соединенных Штатов Америки не является членом международного уголовного суда, но он считает, что это было справедливо. Это я считался. Так не считает. Он сказал, что это сильный, я его цитирую, я просто выписал это, это сильный, но незаконный ход. Это его слова. Нет, я тоже читал, там такой фразы, нет, что это незаконный. Значит, мы разные источники читали. Я вам скажу больше. В 2002 году в Вашингтоне приняли специальный закон, позволяющий использовать, обратите внимание, военную силу для освобождения граждан Соединенных Штатов Америки и союзных государств, что немаловажно, задержанных по ордеру Международного уголовного суда. В марте 2019 года Вашингтон ввел ограничение на выдачу виз представителям Международного уголовного суда, которые, по мнению американских властей, непосредственно отвечают за расследование в отношении американских военнослужащих. И третье. В июне 2020 года президент Америки Дональд Трамп разрешил вводить санкции против сотрудников Международного уголовного суда, причастных к проведению расследования, которые Вашингтон единолично считает незаконными. И в этом же 2020 году кажется, двое прокуроров Международного уголовного суда были привлечены к ряду санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. Как вам такое? Вам не кажется, что пора бы и в других цивилизованных странах применить именно вот такие же законы у себя? санкций Знаете, я вам так скажу, потому как мы видим по-разному то, что сказал Байден, в частности по решению Международного уголовного суда, я все ваши цитаты не то, чтобы ставлю под сомнение, мне их нужно посмотреть, это же неподготовленное наше интервью, мы сходу разговариваем, поэтому все ваши цитаты для меня требуют проверки, это первое. Нет, я не знал и мне собственно это даже не интересно, объясню почему, потому что на моих глазах происходит преступление, убивает тысячи людей и делает это Путин его войска, понимаете, и безусловно в Украине совершается и геноцид, и ужасающие преступления, и делает это Путин со своим войска, и поэтому любой такой арест, ордер на арест, его осуждение и так далее я считаю справедливым, понимаете, и все, вот то, что там вы перечисляете, это вообще не имеет отношения к оценке роли и деятельности того, преступной деятельности Путина, абсолютно, он совершает преступление ежедневно, это факт. Нет, то, что я перечислил, конечно, на ситуацию в Украине она отношения не имеет, но то, что я перечислил, это имеет отношение к отношению Соединенных Штатов Международному уголовному решению. Мне нужно просто перечитать и все, мы готовы, я готов это обсуждать, но я вижу, у нас разная оценка. Хорошо, на этом у меня все, время, в принципе, у нас подошло, хочу поблагодарить вас за то, что вы приходите ко мне, смело отвечаете на... Я не знаю, смотрите, Джо Байден заявил, что считает обоснованное решение Международного уголовного суда Гаги выдает ордер на арест российского президента Владимира Путина перед Рейтерс. Я думаю, что это решение Муз оправдано, но вопрос в том, что суд не признан нами, США, на международном уровне. Я думаю, что это очень стильный аргумент, сказал Байден журналистам. По его мнению, Путин явно совершил военные преступления. Я цитирую Рейтерс. Я цитирую другое агентство. Я оттуда переписал, правда, я его сейчас не помню, но по этой теме у меня даже было записано интервью с Евгением Витальевичем Гильбо, который тоже озвучил именно эту версию. Уважаемые зрители, смотрите сами. Смелый человек не боится приходить ко мне на эфир, понимает, что у меня очень серьезные критические вопросы. Мухтар Кабулович понимает, что я не сторонник его, и все равно он приходит и отвечает на самые, я даже сказал бы, опасные вопросы, и за что ему большое спасибо. Для тех, кто еще не знает, сегодняшний мой гость, он уже не первый раз у меня, Мухтар Кабулович Аблязов, казахстанский государственный политический и общественный деятель, предприниматель, бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана, председатель совета директоров БТА Банка, лидер оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». Мухтар Кабулович, большое вам спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok